Новое лицо городу в этот день явила и Георгиевская улица. Продолжение пешеходной зоны украсили памятниками, отреставрировали и фасады прилегающих домов. Это здание, к примеру, до ремонта выглядело вот так. Подарок Владимирсам к дню города связал воедино Спасский холм и участок у старой аптеки в одну большую пешеходную зону. Одну из первых новый арт-объект Владимира посетила губернатор. Светлане Орловой в постановке рассказали историю Георгиевской улицы и значение новых памятников. Этот район города в царские времена назывался Шалопаевка. В память о той эпохе Игорь Черноглазов разработал скульптуру филер и шалопай. Местный страж порядка приглядывает за маленьким хулиганом. Почему у тебя в такой день такие беспорядки? Виноват, исправимся, работаем, все сделаем. Я тебе шалопай покажу, как гарант строить. Ты давай мне палку не перегибай. Значит, мальца нахормить и отвезти к родителям. Но пешеходная зона заверила губернатор лишь начало кардинальных изменений в городе. Сейчас мы только что открыли вторую часть нашей Георгиевской улицы. Она стала любимым местом горожан. Там очень много появилось интересных скульптур. Скульптура пожарника, площадь Шалопаевка, где будет очень много старинных исторических изделий, где будут наши художники рисовать картины. Там показали, как было и как стало. Я попросила Андрея Станиславовича это все оставить, чтобы видели, какие были обшарпанные дома и как сегодня эта улица заиграла. Город действительно хорошеет. Много новых улиц. Городская администрация и глава города приняли решение и стали асфальтировать придворовые территории. Но это только начало, потому что у города большое будущее. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал нам письмо на 8 миллиардов. Это центр города. Он будет восстановлен исторически, как это было в 17, 18, 19 веке. Мы строим, созидаем самый лучший город России. Владимир живет своим трудолюбием и своим талантом всех наших жителей. В Коммунаре в этот день впервые за 25 лет открыли новый детский сад. Он примет больше сотни детей. Из шести групп одна будет православной. Кстати, первой в области. Заниматься духовным воспитанием будут с малышами от 4 до 7 лет. Желающие уже есть. Само здание построено согласно современным требованиям. На первом этаже полы с подогревом. В каждой группе отдельный вход в буфет. Медицинский кабинет с системой обеззараживания воздуха. Коммунар, так же как и весь город, ждут большие перемены. Конечно, не хватает еще школы. Мы говорили с Светланой Юрьевной на эту тему. И она уже дала задание разрабатывать документацию для того, чтобы эту школу представить в самые ближайшие годы. Маленький уголок уютный открылся в нашем микрорайоне. Смотрите, как он удачно расположен. Вокруг дома, внутри детский садик. Вот это на самом деле правильная позиция. Потому что дети должны ходить в детские сады и школы недалеко от своих домов. И у нас, вот мы в 2005 году приняли из Суздальского района в муниципальное образование город Владимир. Микрорайон этот. И смотрите, он развивается. Мы сделали новый проект развития территории. Здесь строятся высокие, красивые дома. Здесь в перспективе должна быть еще и поликлиника, и новая школа. И вот когда вот этот весь уже завершится, объем работы, здесь, конечно же, будет шикарно. Транспортные сообщения доступны сейчас. Ну, это один из самых экологически чистых районов города Владимира. Это как раз и называется любовью. Любовью к нашим людям. И, наверное, это и есть ответственность власти, которая хочет, чтобы наш народ, наши жители жили лучше. И я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в открытии и в создании этого детского сада. Такого замечательного, такого красивого и такого современного. Хочу сказать спасибо и администрации области, администрации города, и, конечно, строителям, которые в короткие сроки провели это строительство и успели к началу, скажем так, сезона, детского сезона, открыть этот детский сад накануне, вернее, в день рождения нашего города, который отмечает 1026 годовщину. О перспективах сельского хозяйства и промышленности говорили на агропромышленной ярмарке. Сквер Липки на один день превратился в фермерское подворье. Свою продукцию представили хозяйства со всей области. Овцы, телята и гуси каждый предприниматель показывает, чем гордится. Романовская порода овец, к примеру, лучшая для бизнеса. Подомства дает многое, продавать можно и шерсть, и кожу, и мясо. В хозяйстве этого фермера уже больше восьми сотен голов. Главное должно быть сцена, корм и какое-то сухое место. И площадь побольше, чтобы держать ее. И смотрим, нормальный пастух надо. На Пушкинском бульваре в день города развернулась выставка достижений каждого из районов. Все, чем гордится область отремесленных изделий до промышленных разработок и продуктов питания. Только в этот день все можно потрогать, попробовать и купить. Флэш-мобы, ярмарки, парады, спортивные соревнования. День рождения города. Для владимирцев приготовили развлечение на любой вкус. А началось все в самом сердце города у Золотых ворот. В честь символичного открытия праздника первые лица города и области попробовали княжеский каравай и прошли сквозь арку Золотых ворот. В числе гостей и делегаций из соседних городов. Мы, жители города Иваново, конечно, гордимся то, что наши соседи сегодня очень быстро, динамично развиваются. И действительно мы видим очень положительные изменения в регионе, в городе. В этом году владимирцев решили удивить не только игровыми площадками, но и необычными праздничными шествиями. По новой пешеходной зоне прошли парадом 11 пар близнецов и прокатились киноколяски. Как украсить транспортные средства и в кого из героев кинематографа превратиться, продумывали заранее. Семья Буровых потратила на перевоплощение больше месяца. Какой фильм вы изображаете? Любовь на сене. Ну, любовь в сено. А самое главное, это хороший настрой, отличное настроение, чтобы для всех это парад, не конкурсы, чтобы все остались довольны проведением парада. Спасибо администрации города за то, что устраивает подобные праздники. В день города центр Владимира все же стал пешеходным. Прогуляться по праздничным улицам, несмотря на погоду, вышли сотни людей. Есть ли у вас любимые места в городе? Да, это вот этот район, улица Георгиевская, старая часть города. Владимир все-таки ассоциируется с молодостью. Все-таки за молодежью будущей, за молодостью. И я считаю, что сейчас много молодых людей, и это очень хорошо. Поет девчата, поет Россия, поет деревня, поет душа. На площадке у кинотеатра «Художественный» весь день звучали народная музыка и песни. На фестиваль «Золотое кольцо России» собрались лучшие гармонисты и частушечники города и области. На улице Дворянской перед владимирцами выступили настоящие бактерии. На турнир по силовому экстриму собрались именитые спортсмены из Владимира Москвы и Московской области. Участники поднимали штанги, гантели и даже автомобиль. Спортсменам удалось сдвинуть с места и автобус весом 15 тонн. Впечатления всегда положительные, то есть не первый раз выступаем. Ну, вроде все получается. Всегда ответственно вообще представлять город. Для любителей живой музыки на Спасском холме выступили рок-группы из Владимира и Германии. Музыкантам удалось покорить зрителей эмоциональным исполнением. Основная вечерняя площадка праздника на Соборной площади. По традиции, 300-х годов главная сцена. И концерт к нам уже приезжала Валерия, Олег Газманов. Теперь очередь финалист к шоу-проекту «Голос» Ольги Задонской. Несмотря на холодный сентябрьский вечер, послушать концерт пришли несколько тысяч владимирцев. Своё выступление певица начала с пожеланий любимому городу Владимиру, Ольга Задонская, наша землячка. Родилась она, правда, в Украине, но почти сразу переехала во Владимир. Одна из первых преподавателей Ольги – Лариса Сёмина. Для Владимирцев Задонская спела десяток мировых хитов. Понравилось, как она пела песню Полины Гагариной, спектакль окончен. Мы громко подпевали, включая даже наших иностранных гостей. Ольга Задонская нам очень понравилась. Она бездомно хорошо поёт. Приняли очень тепло, я бы сказала, даже горячо. На второй песне уже буквально было прям жарко. Это было супер, ну просто. Приём был настолько тёплым, что я настолько расчувствовалась и чуть не разрыдалась во время одной песни. Я поздравляю свой любимый город с очередным днём рождения. И желаю добра, мира в каждом доме. Не разочаровал публику и гармонист-виртуоз Святослав Шершуков для Владимирского слушателя, конечно, не так известен. Но реакция Владимирцев на народную музыку показала – гармонию нас в почёте. Это действительно тёплый приём, нам безумно понравилось. Мы вообще счастливы, что оказались на вашем празднике. Потому что это действительно те люди, которые ценят свою культуру, свои традиции, которые дорожат ими, и которые не собираются, по крайней мере, их терять. Кульминацией праздника по традиции стал салют. Несколько десятков залпов над Успенским собором, целых 15 минут красочного шоу.